Всем привет! С вами Дэн Окса, и это XCOM DECLASSIFIED. Бюро! Да, такое неожиданное прохождение, времяпрепровождение, обзор, летсплей. Я не буду это, опять же, классифицировать, и у меня очень-очень тормозит, так что я сейчас прервусь ненадолго. Господи, это... это что-то. Нет, не скажу, что вот как все ветераны XCOM я буду эту игру опускать. Типа, что вот тактический шутер, всё. Да это хрень собачья. Очередной там улучшенный шутер на движке какого-то там вот, не знаю, Zero Tolerance. Вот. Но суть в чём? В том, что этот XCOM совмещает тактику и шутер. То есть, такое вот совмещение, но получилось оно совершенно не такое, каким я его ожидал. То есть, оно немножечко... Немножечко хуже, чем я его ожидал, честно говоря. Совмещение шутера, и вот мы играем за главного героя, да, которого нельзя, опять же, поменять. То есть, в игре есть главный герой. Это значит, что да, шутер, всё такое, он, значит, спасёт мир единственный. Ну, что сказать, я вот, я против такого, потому что в игре XCOM не должно быть главных героев. Все должны умирать, и умирать жестоко. Вот таким должен быть XCOM. Ну, здесь есть главный герой, это значит, что это будет похоже на Mass Effect 3, в стиле Mafia 3. Здесь такая ещё выйдет. Вот, но реально он напоминает немножко мафию, совмещенную с Mass Effect 3. И этим, я не знаю, как описать, но ощущение такое есть. Просто поиграйте в эту игру, и вы поймёте, о чём я. Так, так невозможно. Смотрите, сейчас сойду. Где это у нас в графике? Границы экрана – это бред настраивать. Да, что-то надо вот немножечко сглаживанием. Сглаживание нужно выключать, а не затропную фильтрацию тоже лучше выключать. Всё. Так, а я сохранил. Окей. Я сохранил. Я выключил низотропную фильтрацию, сглаживание, как видите. Сейчас немножечко получше стало, не сильно уже тормозит. Надеюсь, вам также, опять же, удобно смотреть. Так, ну что. Проще, чем рассказать об этой игре, я лучше вам покажу. Выбираем операции. Кстати говоря, по поводу базы. Здесь нельзя ничего строить, я разочарован. Нельзя ничего строить, да что такое? Я хочу обустроить свою базу. В конце концов, да, можно выбрать бойцов. Вот, например, хованец. Вот. Можно их разукрасить. Ну, им одежду выбрать, например. Давайте выберем хованца. Кстати, загружается долго, я не знаю, может связано с репаком. Лиз-версией, но загружается что-то очень долго, и некоторые снимки, которые там на столе лежат, типа ачивки, такие снимки, можно смотреть. Вот, они вылетают, если нажать на какой-то снимок. Особенно снимок в комнате, где вы впервые набираете свой персонал. Просто я вам к слову говорю. Вот хованец, негр у нас. Негр, Джейсон, хованец. Разведчик. У них критический удар. Разведчики очень крутые. Их можно прокачивать в снайпера. Вот я вам сейчас покажу. Где у нас тут линия снайпера, линия... Этого стелсера. Вот. То есть он по снайперу идет, либо по стелсу, но, как говорится, можно комбинировать. Тут уже с второго ранга. Вот. На пятом ранге у него одна. А у многих, наоборот, на втором ранге один навык, а на пятом тоже два. То есть, видите, как тут различается. Причем это... У него такие навыки. Тренировка выносливости. А ведь можно при создании персонажа тут же все рандомно. Рандомно генерируются только персонажи, миссии. Как я понял, они запрограммированы. То есть, ну да, рандомная генерация с подобным... С подобной графикой просто реально сложно сделать такое. Ну, как видите, миссии в пределах нормы рандомные. То есть, возможно, название. Я не начинал новую игру. Итак, тренировка выносливости. Ну да, вот, можно выбрать один из шести или семи навыков в начале при создании. И вот у него будет своя ветка. Вот. Хотя, насчет этого я перегибаю, конечно, ребят. Просто поиграйте. Это вот, ну... Не слишком все рандомно генерируется. Вы знаете, какие-то люблю. Для меня вот это вот просто, ну... Катастрофа. Почему нельзя построить свою лабораторию? Я хочу увеличить, например, производство всяких там пушек. Все пушки, кстати, мгновенно производятся. Боеприпасы не бесконечные. Но их можно найти в миссии. Почему-то они все разбросаны по уровню. Надо хардкора добавить, понимаете? Почему они бесконечные? Хочу, чтобы они были конечные. Чтобы их можно было производить и также брать. Как в первом XCOM. Ну... Эта игра в большей степени похожа на XCOM Enemy Unknown. И даже по этому поводу разработчики выпустили видео, если вы могли заметить. И смотрели за этой игрой. Там есть видео, где они написали, чем различается эта игра от оригинального нового XCOM. Они там даже все сказали. Типа, ну, наверное, фанаты пристают с тем, что... Игра очень сильно поменяет XCOM и тактикой, и графикой, и вообще... Ну... Какой-то XCOM просто, XCOM-щины ибаны. Не, на самом деле, это даже далеко не XCOM. Это Мафия 3, в которую добавили инопланетян. И сюжет связан с инопланетянами. Вот это что за игра. Я не знаю насчет XCOM, но вот это так. Мы получаем репортажи. Да, вот. Это о том, что... Вот в штате Невада вдруг... Там произошла какая-то астрофа, типа теория заговора, да. Такие вот года, 60-е года. Игра повествует о них. Основали базу, которую называют Бюро. Но почему-то внезапно ее начали называть XCOM. С чем это связано? Может быть, переводчик постарался, я не знаю. Но ее вдруг внезапно стали называть XCOM. Причем слово XCOM не звучало до этого момента. Когда там генеральный говорил. Этот Фокс, с которым вы имеете честь познакомиться в самом начале игры. Итак, это у нас новости. Новости, собственно, сообщают, что интересно. Ну, для вживления в атмосферу игры, можно сказать. Это автономные задания. На нее нужно набирать агентов. Причем сложность операции зависит... Ну, сложность операции зависит от заданий, которые не случайно генерируются. Но в них можно получить, например, ранец реактивный, либо награды разведчика ранга третьего. На задание надо посылать людей с подходящим уровнем. При силе операции 7, вам, чтобы набрать силу операции 7, имея при этом 6 ячеек, вам нужно иметь одного, например, второго уровня, а остальных по одному. Либо одного третьего и вот четыре по единице, да? Ну, в общем, прокачивайте ваших солдат, выполните автономные задачи. Насколько длинная игра, я не знаю, но я предполагаю, что по длительности она такая же, как и с Команами, но... Ну, те, кто любит играть и выиграть 24 часа в сутки, наверняка прошли ее за 24 часа. Потом говорят, что я ее прошел за один день, я такой крутой. Ну, конечно, ты же, блядь, сидишь за Компом 24 часа в сутки, как тебе ее не пройти-то? Вот. И также есть обычные миссии, например, малая операция и масштабная операция. Миссия, малая операция, это значит будет так, не так сложно. Ну, так вот постреляете, постреляете и забудете. Масштабная операция это реально вот сложная операция, такая серьезная, причем она почти всегда идет сюжетной. А это как бы ответвление сюжетной операции, просто артефакт для улучшения каких-то там, может быть, оружия. Ну, просто подкачать своих солдат и себя самого, главное, подкачать, потому что в автономных вы не можете себя посылать. Вот такие вот дела. Ну что, давайте попробуем разобраться с масштабной операцией, выкрасть систему наведения. То есть масштабная операция, я даже подготовлюсь. Ну нет, я не буду подкатывать, я пришел, я просто себе взял нового чела и хочу его прокачать. Давайте посмотрим, я хочу пропустить этот ролик, это ролик стандартный взлет вертолета, самолета, летающей тарелки, ну, рейнджеры, короче говоря, его рейнджером называют, как в Икскоме, но это брехня на самом деле, просто откровенная. Будет готово сейчас. Будет рейнджер. Что за черт? 14 баксов за часть 27. Что за черт? Будет готово. Зачем мне их руки? Никто не жаловался, сэр. Что за черт? Бедняги. Это же настоящий ад. Да, и наш Досилва где-то там. Возможно, он узнал что-то полезное о лунатиках. Наверняка. Расскажет нам то, что знают все лунатики. Как попасть внутрь? Немножко прервалось наверняка запись, но я на всякий случай перезапустил, чтобы потом не было коллапсов, типа я не записывал. Садимся. Значит, нам нужно найти ее. Сейчас узнаем, что. Что связано с группой Досилва, которого отправили на задание одного бенплаза. Агент Досилва, прием. Нико, ответь Картеру. Черт. Последнее сообщение, Досилва отправил в полумиле отсюда. Больше от него ничего не было. Если мы его не найдем, мы потратим кучу времени на то, чтобы войти в башню. Смешно. Они такие спрятались за машинами. Я такой стою, разговариваю по телефону, в прямой видимости врагов. Ну, на самом деле, это нормально. К Досилве. Кстати, что по поводу врагов хочу сказать. Это... Это просто что-то... За мной, Джентмир. Я понимаю, что сектоиды, да, это все должно быть в начале, да. Там может быть даже эти чужие, как их в Экскоме называли... Солдаты какие-то. Ну, знаете, кристаллические такие солдаты, которые после убийства превращаются в кристаллы. Желтые. Вот, я забыл, как они называются. Вот они тоже были. Их там, их командиры, да, которые ходят с ним бы мака. Там Архангел какой-то, Михаил. Картер, не расслабляйтесь. Вижу несколько патрулей рядом с вами. Вас понял. Вот они, вот они. И солдаты, вот, они так выглядят, на самом деле. Здесь они кристаллические, да. Все ок. Но что меня больше всего убило во второй миссии? Уже во второй миссии я видел мутонов. Мутонов. И... Как их там зовут-то? Господи. Охренеть. Цитадель детекта, е-мое. Нет, ну вы видите, цитадель с дыркой в космос. Нет, хотя это называется и врата Венна в этой игре, но... Реально. Гейб Ньюэлл, пора просить свои права. Все, ладно. Идем вперед, это жесть. Так вот, что хотел сказать о врагах. Вот они идут, засранцы. Вовремя переключился. Так, давай-ка ты двигайся. Сейчас вы будете мастер нуб класса от Денокса по тактическому сражению. Живей. Иду на позицию. И давай-ка мочи вот этого чушлого. А непонятнее чего они успеют. У нас гости. Думаю, что успеют. Потому что ты сейчас зерал, у нас гости на всю окраину, блин. Давайте укрытие. Понял вас, выбегаешь. И, наверное, вот этого парня. А я... А я вот этого подниму. Алло. Берегись, сектоиды. Вот так. Мастер-класс. Так, я же тебе вроде... Сказал, куда ставить. Сейчас рванет! Что рванет? Ничего не говорит. Да, я, конечно, молодец. Меня все мочат, а я такой. Хорошо, что тут командиров нет, которые их лечат. И ставят им щиты. Ну давай, выгляни. Это баг, чувак. И ты за него проиграешь. Ладно. Кого я обманываю? Меня мочат обычно спешой. Нихренашки! Так, чувак, я же тебе вроде приказал отстреливать вот... Ладно, этого я сам убью. Сбейте его! Давай вот этого. А ты у нас... Слушай, я же тебе приказал вроде двигаться-то. Куда? Спрячись вон там! Двигаюсь! Создай панику! Нельзя, да? Тогда не создавай. Ты у нас... Спровоцируй вот этого парня, который... Сбейте его огонь! Давайте, поднимитесь! Очень плохо, что... О, у меня повышение... А, нет, комбинация с убийством всего лишь. Кринь. Берем винтовочку. Дресантная капсула. Чёрт, меня сейчас убьёт, смотрите-ка. Опа! Опа, опа! Давай, давай его! Кстати, эта пушечка почему-то даже лучше мочит, чем лазер. Не знаю почему. Чего ещё ситуация? Просто отстреливаемся, ладно. Давай, ты же. Закончили дейври пассы, не проблема. В укрытие! Дай! Фу! Вот это было мощно. Под луч! Под луч? Нет! Ручная граната! Ну чёрт, беги! Иди отсюда, ты просто не выбьешь! Снайпер, ложись! Кому-ка! Почему там всё горит, а? Ну... Ну ладно. Я спрячусь здесь, чтобы вам неправильно идти по оружию. Ну окей. А! Так у меня кончился. Ну а ничего, у меня есть ещё пистолетик. Атакую! Блин! Снайпер! Я в укрытие! Ихренеть! Сколько их... Охренеть! Так, всё, ладно, перегруппируемся. Вот это... Вот это неожиданно. Так, ребята, вы, значит... Ты иначе сюда. Ложись! Меняю позицию! Причём сосредоточь своё внимание на... На ком? Да не на ком, блин. Просто иди сюда. И... Наведи панику... Вот... На этих ребят. Угоните их! Ты двигаешься у нас... Куда ты двигаешься у нас? Спрячись вон там! И вот сюда вот. И силовую волну на них. Толкни его! Всё. А я тогда... Меняю точку! Всяю зону! Так, ты что, взял винтовку, что ли? Не теряем темп! Почти прорвали! Он уже успел винтовку взять. Засранец, а! Они там хорошо засели! Воу, воу, воу! Так, чувак, ты что-то у нас... Отвлеки его внимание! Эй! Я здесь, придурок! Бью по указанной цели! Ручная граната! Командир, в порядке! Так, командир, пора всех восстанавливать. Ладно, придётся мне всех... Так, походу... Чё-у-у! Вон они! Воу, вардию всюду! Уфига себе! У него щиты были. В какое-то время. Так, у кого там боевые стимуляторы? Ни у кого. Силовая волна! О, ты всюду не отстреливаешься вообще! Давайте за укрытие! Иду! Это твоя цель! Готово! Отлично! Один есть! Сейчас расстреляем! Идём дальше! Фух! Так вот, я с вашего позволения продолжу свой монолог о врагах. Так вот, мутоны появились и сектоподы. Представляете, сектопод в Ирлигейме появился. То есть, это вообще-то мобы мидгейма, сектопод и мутоны появляются где-то в середине игры. Здесь они появились во второй миссии. Что? Почему? А эфириалы, значит, появятся вообще? Сейчас? Боюсь себе представить, что вот тут, наверное, эфириалы будут, да? Потому что это цитадель, там в конце Доктор Бринс с эфириалами будут в обнимку. Не, ну а что ещё? А, продавец автомобилей. Ну да, да. Жители земли, а почему он не предлагает другим жителям? Вот у меня тоже претензии. Претензии, но это я читать не буду. Ну ладно, почитайте сами хоть что-то интересное. Не, на самом деле я шучу. Игра довольно интересная для тех, кто относится к рэндому параллельно. Для них это будет такой интересный опыт совмещения XCOM и Mass Effect. Не знаю, мне кажется, это удачное совмещение, но для тех, кто ждал реально какого-то экшена тактического, совмещенного именно с XCOM, а не с Мафией или с Mass Effect, то те разочаруются, потому что как такового тактического экшена с совмещением экономической части, вот этого вот строительства всех зданий, я что тут не вижу вообще. Ну серьезно, да? Где это? Ой, я вместо лазерного пистолета... Нет, лазерный пистолет это емба. Я не хочу его тратить. Я и говорю, эти девочки буквально продают тебя. Подожди, ко мне... Весь город заражен. Привет, Брюс. Как дела? По правде говоря, не очень. Ты что-то неважно выглядишь, Брюс? Да. Мы с женой захватили грим, но... Нет времени отлеживаться. Нет времени объяснять. Лунатики, е-мое. Давайте за мной. Лунатики делают то, что делали до того, как их... Залунатировали. То есть, типа, он продает машину, этот смотрит машину. Ну, даже если сделать так, то ничего не произойдет. Ну, у нас здесь неправильный тип поля. Что-то фигня. Давайте пройдем мимо и увидим, как Лунатик сбил кого-то и видит всех. И ничего не бывало. Как это обычно бывает в нашей России. Так, а вот тут чертеж ранца. Это хорошо, кстати. Ранец тактика. Это хорошо. Давайте ранец тактика возьмем. Его сделают в лаборатории просто буквально моментально, прямо на следующую миссию. Это плохо. Я хочу его делать. Я хочу его исследовать. Почему я... Вот, Экском, ладно, Экском, там еще это позволительно. Но здесь шагнули еще дальше. Теперь даже исследовать не надо. Просто берешь во время миссии и привозишь. Чертов масс-эффект. Как он влияет на эту игру, а? Картер, я нашел Досилву. Он на средних волнах. Включайте. Экском. Говорит, Досилва. Если вы это слышите, то и они тоже. Я на радиостанции. У меня еще есть пара трюков в запасе, но долго я не продержусь. Помощь мне не помешает. Он вышел в открытый канал. Чужие сразу поймут, где он. Чужие задвигались. Они смещаются к радиостанции. Вы все слышали. Вперед! Да. Досилве сейчас не повезет, если он будет. Выпендриваться. Так. Где у нас тут оружейная? Вон она там. Все внезапно дрыгается, наверное, у вас, да? Я тоже ненавижу это. Ну что делать? О. Теперь у меня есть полный набор винтовка. Фиговка. Я могу тебе стрелять. Что еще делать? Ну ладно, давайте побежим. Быстренько, быстренько. Единственное, что двери выбивать ногой нельзя на полном ходу. Как это можно было бы делать, по-моему, в Mass Effect. Ну и хрен бы с ним. Если бы в Mass Effect были обычные двери, можно было бы убивать ногой, уверен. Кстати, да, вот. Мы идем сюда, да? Надо нажать F5, я загрузился. Вот сюда. А то пошел бы сейчас назад. Не в ту локацию. Так. И у нас тут... Ох, нихре. Наш, семье. Да и сил вот там. Я не вижу ничего подозрительного, ребят. Держаться вместе. Отхожу для перегруппировки. Чуваки. А-а-а, вот оно что. Ха-ха-ха. Вы посмотрите, не прорисовано. Вы пос... Да, вот это вот. Дур. А что делать? Смотрите, видите, не прорисовано. Офигеть. Ладно, давайте сбегаем вот сюда и сбегаем потом обратно. Да, бывают такие глюки с прорисовкой. Это... Это что-то странное. Вот, теперь прорисовано. Да? Так, давайте попробуем. Так, во. Они прошли дальше, ну-ка. О-о-о! Прогрузилась офигенно. Вот это глюки с прорисовкой, я понимаю. Нет, ребята, идемте дальше. Они не хотят шагать неизвестно. Ага, ничего такого нету. Ладно, идем к Десилве. Бывает, знаете... Я не обижаюсь. Десилве у нас находится в Кноу. В Кноу. Что такое Кноу, я не знаю. Наверное, какой-то бар. Кстати... А там, по-моему, находится... Что, издеваетесь? Там рация, что ли? Там бомба! Ребят, вообще тут бомба заложена. Ничего так, что нас не предупредили. Ну ладно. Сейчас мы просто... Просто... Что мы сделаем, кстати? Что мы сделаем? Что мы сделаем? А, мы должны что-то как-то забраться, да? Хорошо. Так, ну... Так, я не пойму, а куда нам, собственно, идти? Сейчас буду тупить. Потерпите. У нас тут повсюду заложены бомбы, но это, конечно, никого не колышет. Конечно, ведь рядом Десилва, которого надо спасти. Кого колышут эти бомбы, а? Вообще, я не понимаю. Не понимаю людей, которых колышет бомбы. Серьезно. Бомбы — это отстой. Бомбы нельзя никого взорвать в боевиках. Это вообще не действенное оружие против всех там супергероев, потому что, ну... Они все равно не смотрят на взрыв и всех спасают. На хрена ставить бомбы? Так. Куда мы сейчас идем-то? Пожалуй, придется поставить на паузу все-таки. Я не могу. Ладно, я устал бороться с этим лагом и, как бы, наверное, не хотелось, придется заканчивать. Тем более, это времяпрепровождение уже идет достаточно долго. Вы увидели основные какие-то вещи в этой игре, если... Не знаю, если... Не если, блин. Я не буду эту игру проходить. Может быть, пройду я за кадром, какие-то моменты просто буду показывать. Интересно. Ну и финал. А так... Нет, я не буду делать прохождения в этой игре. Это так. Это факт. Насчет TheFHouse ждите в ближайшее время. Я просто записывал, и эта игра не хочет записываться. Какой-то проклятий она не лежит. Ни фрапсом, ни ОБСом. Ну, короче говоря, по разным причинам. В общем, записывать фрапсом, ОБСом я не доверяю. Особенно по отношению к этой игре. Так что всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и смотрите мои видео дальше. Надеюсь, всем все удачно рассказал. Не будет вопроса типа «ты ничего не рассказал в этой игре». Я говорю, что я и ставлю оценку 8 из 10 за то, что это XCOM. За реализацию двойка. Поэтому 10 минус 2 будет 8. Все логично. Ладно. Всем спасибо за внимание. С вами был Денокс. Пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok